Добрый день, друзья! Сегодня я хочу поделиться тем, как я добавляю файлы формата OBG в программу FlowScape. Ну, возможно, что-то не так делаю, но вот я нашла такой путь. Я захожу на сайт Open3D-модель, набираю здесь бесплатные модели формата OBG. И, значит, смотрю здесь, что не подходит, не даду брать и ошибок. Ну, вот, например, на этой страничке. Значит, я должна сказать, что в программу FlowScape вставляются только файлы низкополигонные раз. Во-вторых, модели, которые, у которых несложная текстура. Вот. И третье, что я должна сказать, что поскольку модели загружаются разными авторами, то каждая по-своему как-то их сохраняет и не всегда они бывают полными. В каких-то моделях нет текстур, приходится их добавлять. Какие-то модели встают сразу, а какие-то модели приходится менять, корректировать текстуру в программе 3D Exchange. Итак, начнем с первой модели вот этой собачки. Значит, внизу написана информация об этой модели, что она низкополигиональная. Это уже хорошо. Значит, мы выбрали. Нажимаем ссылку для скачивания. Нажимаем вот здесь скачать бледно и в результате у нас скачиваются файлы. Я не буду сейчас скачивать. Вот у меня файл собачка. Сейчас я его скопирую на рабочий стол. Ставить. Что я с ним делаю? Как я его анализирую? Извлекаю на рабочий стол капочку и смотрим, что в этой папке. В этой папке она удачна. Есть текстура, есть файл MTL обязательно должен быть и есть файл 3D Object. Причем, обратите внимание, файл MTL и Object должны быть помещены в одно место с текстурами. Тогда программа их увидит. Итак, мы держим эту папочку. Запоминаем, что она называется... Так, сейчас мы ее переименуем, чтобы было легче переименовать. Собака 2. Так, открываем программу Cloudscape. Загружаем обычный какой-то террайн. Далее, каким образом мы импортируем? Нажимаем Import, Mesh. Открывается папка и мы выбираем на рабочем столе дубликат. Так, выбираем... Сейчас как мы назвали ее? Собака 2, да? Собака 2. Нажимаем, открываем. У нас такая огромная собака получается. Значит, сначала мы ее повернем. Так, повернем. Потом мы ее уменьшим. Уменьшим. Так, она не уменьшается. Так, да что ж такое? Так, сейчас я отрегулирую. Так, вот я ее уменьшила. Далее мы ее можем подвинуть. И вот мы видим, что собачка у нас встала с текстурой. Текстура у нее сохранена. Вот такая собачка. Это первый вариант. Второй вариант. Значит, давайте мы посмотрим вариант. Так, на странице 28. В том случае, когда мы добавляем текстуры. Так, страница 28. Так, вот здесь есть скульптура ангела. Вот мы ее смотрим. Написано, что она среднеполигональная. Попробуем. Значит, то же самое. Мы ее скачиваем. Нажимаем. Так, я скачивать не буду. Она у меня скачена. Так, ангел. Копировать. Собачку мы уберем. Вставляем ангела. Вставить. Разархивируем. Так, что мы видим в этой папочке. Открываем. А видим мы, что здесь только файл формата OBG. Нет MLT. Нет типстур. Значит, в этом случае мы открываем программу 3D Exchange. И загружаем туда то, что мы скачали. Вот. Ну, поскольку это моделька тяжелая. А нет, быстро загрузилась. Вот. Ну, естественно, она у нас получилась беленькая. Беленькая, да. Поскольку текстур не было. Значит, здесь какой выход. Если нет текстур. А текстура здесь, вот видите, только одна. Она одного фона. Это облегчает работу. Вот здесь текстура за такой же заштрихованный квадратик. Значит, я заранее скачала цвет, который мне нужен. Ну, допустим, бледно-желтый. Мы заходим в правую половину. Modify. Вот здесь, если мы подвинем, вот эта длинная. Справа можно подвинуть. Вот. Нажимаем на диффузы. Два раза. Выделив модель. Жмем. Два раза. Так, не жмется у нас. Сейчас, минуточку. Так. Так. Я не на то нажала. Значит, нажимаем на текстуру. Два раза жмем под диффузы. И на рабочем столе у меня... Так, сейчас я найду изображение. Вот скачет желтый цвет. Бледно-желтый. Статуя стала бледно-желтой. Если мы хотим ее посветлее сделать, мы можем здесь подрегулировать немножечко. Так. Вот посветлее ее сделать, допустим, так. Теперь текстура есть. Значит, мы заходим в верхнюю панель. Выбираем OBG. Здесь у меня все стоят галочки. Так, еще я не сказала, что... Галочку поставить надо эффект. Вот здесь на все материалы. И... на два... Сайдет. Галочку поставить, чтобы она с двух сторон была окрашена. Все. Нажимаем ОК. Вот. Это будет не быстро. Она тяжеленькая. Среднеполигональная. Так. Появилась табличка, что успешно экспортировано. ОК. Смотрим на рабочий стол. На рабочем столе у нас... Так. Это мы уберем. То, что не нужно. У нас образовалось два файла. Один OBG. Второй. MLT. И папка с текстурой. Смотрим, что в текстуре. Вот такие тона. Значит, что мы делаем. Мы вот эти два файла. MLT и OBG. Переносим. Вырезаем и вставляем в папку с текстурами. Ставить. Все. Теперь мы можем уже добавлять это в программу FlowScape. Так. Запускаем программу FlowScape. Значит, каким образом? Повторяю. Import. Mesh. Открываем рабочий стол и ищем эту папку. Так. Вот это, по-моему, папочка. Выбираем наш файл. Открыть. Так. Минутку что-то у нас тут... Ага. Вот она появилась у нас. Долго была. Так. Появилась она сзади. Значит, как мы... Нам ее надо вытащить. Включаем панель управления. Включаем. Так. Поднимаем ее вверх. Опускаем ее. Так. Ставим. Ставим вниз. Ну и можем ее... Угу. Так. Развернуть ее надо. Так. Развернуть. Немножко давайте подвинем. Так. Так. И подвинем ее вот сюда, допустим. Вот, пожалуйста, у нас образовалась наша статуя с нашей текстурой. Так. Это второй вариант. И последний, третий вариант, когда уже надо поработать с текстурами. Это когда у нас моделька будет высокополигональная или средняя. Вот так. Побольше. Когда полигонов будет. Так. Сейчас. Стран... Вот эта беседка. Старинное западное здание беседки. Вот такая беседка. Скачиваем ее точно так же. Так. Она у меня скачена. Это мы убираем. Так. Беседка. Беседка. Вот беседка. Копируем ее. Копируем. Вставляем на рабочий стол. Извлекаем. Так. Вот получается у нас извлеченная беседка. Так. Смотрим. Сори. Так. Значит. Вот наша папочка. Открываем архив. Еще один архив. Так. И что мы видим? Мы видим, что у нас один файл OBG и текстуры. Так. И второй файл. Текстуры. То же самое есть. Пожалуй, они одни и те же. Так. Значит, что мы делаем? Теперь мы открываем программу Change. Так. Открыли. И забрасываем из папки, которую мы скачали, нашу беседку. Вот она беседочка. А теперь мы должны эти текстуры все проявить. Вот текстуры. Их очень много. Они идут слева. Значит, что мы делаем? Нажимаем первую текстуру. Ров. Ров. Крыша. Да. И здесь, там где диффуза, нет этой текстуры. Поэтому мы берем бипеточку, щелкаем сюда. Ага. Так. И выбираем папку, нашу рабочий стол. Так. С текстурами. Красная. Да. Открываем. Открыть. Красная. Так. Еще одну открываем. Смотрим. Красная. Проверяем. Красная. Все проверяем. Все руфы проверяем. Красная. 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 Все руфы. Все красные. Первые мы еще не проверили. Все нормально. Значит, крыша у нас вся красненькая. Дальше смотрим. Идет вот эта часть. Это у нас... А, это тоже ров, это крыша. Вот боди. Боди, это видим вот эти столбики. Значит, щелкаем два раза и выбираем текстуры, какие мы хотим. Допустим, вот такие открыть. Так, вот такие у нас стали. Дальше ров еще. Здесь у нас есть текстура. В кубе есть текстура. В кубе здесь нет текстуры. Проверяем. Минуточку. Так. Значит, мы выделили кубе. Красный цвет. Открыть. Открыли. Дальше проверяем. Здесь тоже самое. Красный цвет. Открыть. Еще кубе. Здесь уже красный. Четыре красные. Так, это у нас что? Это у нас красный. И еще у нас чашка на столе. Допустим, будет коричневая. Бежевая. Открыть. Так, все. Значит, когда мы все текстуры прорисовали, мы ставим галочки на два сайта, на все эффекты материалов. И дальше выделяем все материалы. Нажимаем на первый. Шифтом на последний. Выделить все. Так. И далее. И далее. Так. И после этого уже мы пишем OBG. Нажимаем на вывод OBG. Окей. Сохраняем. Так. И вот у нас получилась наша текстура. Наша текстура. В нее... То, что мы сохранили так... В нее мы положим... Скопируем вот эти два файла. МТЛ и OBG. Которые у нас получились в результате работы в ченге. Вставить. Вот такая у нас получилась вещь. Теперь мы открываем нашу программу. мышь. Добавить. Рабочий стол. И выбираем... Так. Вот тут сориентироваться. Так. Я забыла. Сейчас. Минуточку. Как у нас называется? Газеда. Так. Газеда. Мышь. Рабочий стол. Газеда. Нажимаем. Открыть. Пойдем. Так. Переворачиваем то, что у нас получилось. Так. И что мы делаем? Немножечко надо нам поднять от земли. И нужно уменьшить это дело. Так. Уменьшаем. И вот получилась наша беседка. Такая, как она была. Красная. Красные столчики там, да? Вот так. Вот такой способ я нашла. Возможно, у кого-то есть другие варианты. Буду рада, если вы напишите в комментариях, как вы. это делаете. Спасибо за внимание. Всех благ и удачи.